Сотни ребятишек, проживающих в микрорайоне Бозарык, вынуждены заниматься физкультурой под открытым небом почти круглый год. Благо на улице плюсовая температура. Спортивный зал в школе номер 57 есть, правда места в нем для учеников всех классов катастрофически не хватает. Школьники учатся в три смены, а потому укреплять здоровье ребятам приходится прямо здесь, на пустыре. В арендованном здании в маленьких классах ситуация не лучше. В крошечных кабинетах парты стоят впритык друг к другу. В столовой и вовсе пара обеденных столиков. У нас трёхсменное обучение, детей очень много, 900 человек. Мы в этом здании уже пять лет, всё это время у нас не было отопления. Но в этом году усилиями местных жителей нам удалось установить отопительную систему, так что в этом году дети учились в тепле. Это далеко не единственная школа Шинкента, где дети получают знания в три смены. О данной проблеме в городском Акимате знают. На внеочередной сессии был поднят вопрос об острой необходимости строительства школ в микрорайонах Жанаталап, Кайнарбулак и Дустык, а также пристройки к школе номер 59. В микрорайонах Дустыка, Кайнарбулак начнётся строительство школ на 1200 мест. В микрорайоне Жанаталап на 600 мест. В школе номер 59 необходимо сделать ремонт. Единогласно было принято решение выделить средства из городского бюджета. На сегодняшний день ответственные структуры готовят проектно-сметную документацию на вышеперечисленные социальные объекты. Бахром Абдулев, Амантай Ольбек, Кирбол Махашев, информационная служба телекомпании «Утрар».